Всем привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Гришенкова и сегодня я ваш спикер на канале Amy Official. Сегодня мы поделаем с вами несколько дизайнов. Дизайны у нас будут рисовальные, так как многие очень просили порисовать какие-то картиночки. Мы рисовали тут как-то мишку очень прикольного. Добрый день! И сегодня будут осенние мотивы. Будем рисовать вот на таких вот бежевых типсочках. И они будут у нас с элементами фактуры, которые мы будем делать с помощью фактурной пасты. Итак, что мы сегодня будем рисовать? На одном типсе мы будем с вами рисовать желуди, а на другом типсочке мы будем рисовать мухоморчик. И у них будут некоторые фактурные элементы, как в рисунке, так и покажу, как интересно тоже делать еще фактуру прикольную на фоне. Так, для начала, когда вы начинаете рисовать какую-то картиночку, вам нужно сделать быструю разметку. Быструю разметку я всегда советую делать, например, белым, потому что, когда вы делаете ее белым, в случае неудачной попытки вы можете ее, например, подтереть. У вас шикарный маникюр. Спасибо большое. Да, такой вот осенний. Это мы сейчас у нас в октябре. В клубе Эмиарт будет рубрика фантазийные ногти. Там будет вот такой пошаговый мастер-класс с разными техниками. Здесь применена и китайская роспись, и акварель, и фантазийное вот такое ногтевое ложе. Вот, поэтому мы там вот такими вещами занимаемся, очень интересными. Так, нужно разметить, разметить композицию, где у нас будет находиться элемент. Заодно вы себе намечаете, знаете, как дорожную карту, да, как он будет выглядеть, ваш будущий элемент. И можно это делать прямо вот легонечко-легонечко. То есть это нужно только чисто вам для того, чтобы не потерять элемент в пространстве ноготочка и не уйти куда-то в другую сторону. Вот такой у нас будет желуденок. Он у нас будет частично нарисован. Да, это у нас, смотрите, вдохновение с декорацией. Они прошлогодние, но не очень-очень крутые. Сейчас посмотрю, если у меня быстренько здесь есть под рукой. Да, есть. Вот такие вот, ну просто не знаю, они мне очень сильно нравятся. И я очень часто с них беру вдохновение. Вот такой тут есть желудь прикольненький. И здесь также мне очень нравится сочетание прорисованной картинки и вот такой вот контурной картинки. Тоже я его сегодня не думаю, что использую. Но посмотрим, как он пойдет. Снять кисточка. Убежала. Так, намечаем, да? Поняли, почему белым? Потому что если мы сделаем это черным, вот смотрите, если вы вдруг нарисовали и вам не нравится то, что получилось, да, когда вы начинаете черное подтирать, у вас получается везде грязючка. Оля, добрый день. Здравствуйте тоже. Вам добрый день. Очень приятно вас видеть. Так, и листик желудевый. Желудевый листик. Не желудевый, да, дубовый, да. Дубовый листик. Вот такой он у нас интересной формы. Тоже давайте наметим. Пускай будет. Пускай будет листик. Так, собака, ну-ка, не храпи. Можем тоже наметить себе. Вот. И поэтому, вот смотрите, например, ну допустим, вам что-то не понравилось, да, вы можете взять кисточку, вот так вот вытереть, ну или об салфеточку, да, и допустим, взять и стереть это место. И видите, у вас остается как бы светлый участочек, но он не настолько неприятный, как, например, вы бы сейчас растерли, представляете, черный. У вас бы тогда сразу здесь было пятно некрасиво, а так вы можете заново наметить свою разметку, и у вас уже будет чистенько, да, вы не будете себе сами грязнить. Сушим. Можно посушить, можно сразу начинать, в принципе, рисовать что-то, но я думаю, что я посушу. Так, и дальше мы делаем с вами грибочек. Тоже так же берем и беленький, мы размечаем, где у нас будет грибочек, какой у нас будет формы. Допустим, вот такой вот грибулька. Тоже здесь есть много вдохновения вот с декорацией по грибам. И в новых декорациях тоже есть грибы. Вот так же я сделаю, чтобы шляпка была повыше, юбочка и немножко перепоночек. И тоже здесь, смотрите, есть контурные грибочки, с которых вы можете взять вдохновение. И так же они могут у нас идти, например, вот здесь вот дополнением. Так, вот сюда у нас пойдут перепонки. Ну, вот тут будет, например, юбочка у меня. Тоже я могу, вот пока я разметку делаю, я могу где-то что-то поправить, подстереть чистой кисточкой. И белая разметочка, она вот как-то, мне кажется, более спокойно смотрится и чистенько. Могу, например, тут увеличить, если мне нужно там ножку себе пометить, что я хочу ее увеличить. Что делаем дальше? Дальше можно сделать подмалевок. Вот подмалевок двух видов бывает, девочки. Ну, точнее, их бывает очень много видов. Но первое, вы можете, например, сразу же разукрасить белым, и у вас будет белая подложка. Особенно это актуально тогда, когда у вас, например, темный фон. Вот здесь у меня фон нейтральный, я взяла вообще бежевый. Но вы можете, по умолчанию, это может быть любая камуфлирующая база. Либо нейтральное что-то, да, какой-то нейтральный оттенок. Если у вас уже оттенок уходит в темноту, то лучше сделать сначала белый подмалевок. Вот, сделали. И также листик я сразу сделаю. У меня сейчас это цвет 392-й из осенней коллекции. Они очень хорошенькие, плотные оттеночки, как, в принципе, многие оттенки Эми. И можно либо белым делать, да, подложку сначала, либо сразу разукрашивать цветом, смотря, как вы придумали для себя, например. Я, допустим, сразу цветом разукрашу белый, причем, смотрите, немножко проглядывает там. И мне, в принципе, тут это и очень хорошо, что он проглядывает. Я все вижу, где должен быть мой рисунок. Так, мухоморчик. Мухоморчик как раз у нас, по идее, должен быть белым. Ножка, да, поэтому я сразу возьму белый и начну разукрашивать белым. Кисточкой я сейчас пользуюсь КМ3. Я ее просто обожаю, потому что она мне, знаете, закрывает очень много потребностей. Допустим, она заканчивается на тоненький-тоненький один волосочек. Поэтому я и могу сразу делать и подмалевки, и прорисовки. И я бы советовала вам одну иметь кисточку такую для работы с гелием, материалами, а вторую с акварелью, если в акварелью рисуете. Потому что она для акварели тоже прям идеально подходит. Это натуральный ворс. Он очень живучий. Несмотря на все мои над ним эксперименты, очень долго уже мне служит. И место, где у меня будут перепоночки, тоже сразу разукрашиваю. Близко-близко подхожу, но не стараюсь не затекать. Как раз тонкий ворс это позволяет сделать. Теперь мне нужно расставить тени. Тени мы можем расставлять вот такими полупрозрачными сопельками. Я их называю. Это у меня Эмпаста. Черный рафинад. Ой, господи, что я говорю? Черная смола. Белая называется белый рафинад. Черный-черная смола. Да, у меня получился черный рафинад. Микс черной смолой. Я расставляю тени. У нас шляпка будет нависать над самим желудем, поэтому мне нужна тень под шляпкой. Нужна тень под шляпкой. И нужно оттенить вот эту часть желудюшку, желудюшки. А также сам желудь от фона немножко. Убираем излишки материала. И этой же кисточкой, в принципе, мы можем потушевать. Потушевать. Убрать излишки, потому что нам много здесь не надо. Нам только вот такую создать небольшую тень. Опять же, мы можем посмотреть, как это делать на слайдере. Если вы, например, учитесь только рисовать картиночки, то вы можете отталкиваться от слайдеров и таким образом учиться. Можно искать себе референсы различные. Но если вам лень это все искать, то вы можете просто брать мотивы со слайдеров. Сейчас какая-то пыльненькая тут. Тоже легенькую тень намечаем. Растаптываем ее в никуда. И у нас уже рисовывается с вами какое-то объемное изображение. Здесь у меня желудь такого вот коричневатого, охристого цвета. Но еще у меня есть листик. И вот листик можно, например, смешать какой-нибудь рожеватый цвет. Да, оттенить. И сделать на нем, например, от прожилки немножечко вот так вот оттенить, допустим, каким-нибудь рыжеватым сначала. Сушим. Добрый вечер всем. Добрый-добрый. Так, здесь как раз мы работаем только вот такими вот полупрозрачными сопельками. Здесь мы можем, конечно, также отделить шляпку уже от ножки. Уйти от ножки тоже тень сделать по сторонам. Наметить, где у нас будет юбочка. И под юбочкой тоже наметить тень. Кисточки все убираем. Привет-привет. И вот эту вот границу мы растаптываем, чтобы она у нас была с вами не сильно явная. Здесь тоже немножко топчем. Можно на юбочку чуть-чуть тоже смахнуть. И в таком виде можем отправить сушиться или еще чуть-чуть оттенить можно от фона тоже вот в этих местах. Допустим, можно только с одной стороны. Вот таким образом. Убираем тоже излишки. И топчем это место, создавая легкую дымку, чтобы у нас оторвалось это все от фона. Можем мы с этой, в принципе, стороны. Но я думаю, что, знаете, мы как здесь поступим. Мы вот здесь вот еще шляпку оттянем. Вот. У вас могут быть тени и не растоптанные. Могут быть они, например, более такие вот четкие. Это уже по вашей задумке. Как вы хотите, чтобы у вас была такая плавная тень или более контрастная. Я вот здесь у меня задумка, что у меня будет такая плавная тень. Поэтому я ее растопчу. Угу. Сушим. Так, дальше возьмем, посмотрим опять на наш листик, с которого мы примерно берем пример, да? И посмотрим также, как у нас вот здесь вот себя он ведет. Вот это место у нас скрылось за кутикулой, в зоне кутикулы. Поэтому мы его не будем рисовать. Но у нас потемнее идет в прожилке. И чуть-чуть выходит вот здесь вот в прожилочках тоже темное место. Поэтому также его повторим. Возьмем коричневый. И наметим, наметим себе прожилочку коричневую. Также можно сразу наметить, например, веточку. Да, вот что, почему я говорю, что я люблю эту кисть, потому что я могу и в растушевку ее пустить, и так же, видите, могу и тонкую линию нарисовать. Делаем вот здесь вот тоже потемнее. Чтобы обозначить рельеф листика, парочку вот так вот вылезаем в прожилочки. И чуть-чуть потушевываем. Да, чтобы обозначить, что тут у нас с вами заканчивается листик. Можно где-то еще вот здесь, допустим, чуть-чуть. Можем добавить и зелененького тоже. Мало ли у нас листик такой вот он будет. Где-то еще осталось зелененькое. Вот, стараемся это все растушевать, сделать таким акварельным. Сушим. Так, здесь. Здесь теперь берем немножко черного и сделаем потемнее наши вот эти сопельки. Нам нужно подчеркнуть еще раз ножку. Чуть-чуть выделить еще раз юбочку. Еще раз чуть-чуть под юбочкой. То есть немножко усилить наши все тени. И нарисовать парочку прожилок. Можно на перепоночках. Сразу могу сказать, что многие спрашивают. Ой, ты так долго рисовать на клиентах там, ты-ты-ты. Как я буду так долго? Вы можете на клиенте прерваться вообще на любом этапе. Потому что можно, знаете, тут до бесконечности прорисовывать вот эти все тени, полутени. А можно просто в какой-то момент остановиться и детализированность вот эту вот убрать. Добрый день, Наташа. Слушаем. Так, ну что, мы берем с вами черный теперь. Это у нас черная смола, да, эмпаста. И мы будем с вами прям детализировано еще немножко где-то подчеркивать. Допустим, я хочу еще подчеркнуть вот здесь вот немножко серединочку листика. Где-то подчеркнуть прям по контуру, сделать его уже более такой очерченный. Допустим, здесь тоже подчеркнуть, подчеркнуть начало. И еще хочу сделать больше очерченности моей шляпки. И вот эту шляпочку как раз я буду делать фактурной пастой. Она у меня будет такая 3D. Поэтому сейчас я могу наметить контур, причем не очень тоненько могу наметить. Потому что я буду заполнять это все пастой. И если получился толстый контур, то смогу снивелировать. Так, и еще один желуденок у меня будет контуром. Вот тоже. Также здесь я беру черную пасту. Она у нас пастозная, такая очень пастозный материал. Поэтому им хорошо, легко рисовать. У кисточки очень тоненький кончик, поэтому тоже я могу это сделать. Прям все одной кисточкой. Подчеркнуть сервозу контур шляпки, чтобы он выделялся. Да, и где-то прям вот чуть-чуть прорисовать ножку. Где-то еще переполочку пустить тоненькую. Таких тонких линий вы можете добиться, прям еле-еле касаясь. И когда вы зависаете на один волосочек. Когда вы зависаете на один волосок кисточки, у вас получаются такие тоненькие линии. Можно прямо контролировать руку и зависать на один тоненький волосок. Все, сушим. Шляпка у меня тоже будет фактурная. Поэтому я ее пока оставляю. Так, что мы здесь хотели еще сделать? Я хотела контурный еще желудок нарисовать. То есть у нас один, например, листик получился с вами цветной. А второй листик мы можем, например, контуром просто прорисовать. Стараемся тоненько это сделать. И плаживочки. Дальнем. Дальнем. Допустим, вот здесь тоже будет такой желудь. Тоже контуром, можем какие-то такие наметить, какую-то тень, такой будет один контурный, другой прорисованный. Что здесь еще можем сделать, также где-то может быть еще прожилочки тоненькие нарисовать, листика, продублировать. Здесь можно еще подчеркнуть, если где-то вы хотите, например, выделить побольше и пустить немножко вот такую графику, так же как на слайдере. На что вы макаете карандаш? Я рисую кисточкой, макаю я ее в пасту в черную смолу. Все, я думала, что я на этом остановлюсь и засушу все. Так, и здесь что мы делаем? Здесь я тоже сделаю еще один грибочек, тоже возьму вдохновение со слайдера и сделаю вот такой, например, грибочек, вот здесь вот в этой части, он у меня будет, например, присоединяться к моему мухоморчику, тоже контуром, такой будет поменьше. я допустим, намечу нам какие-то точечки, которые беленькие обычно. И также грибочку небольшую и такую более пухленькую ножку. Так, хочется мне, наверное, на ножке еще изобразить, как будто вот тут тоже такая, там была какая-то корневая система и, наверное, вот по большему сделаю шмотку. Вот это превращу просто еще одни точечки, вот такой вот контуром. Сушим. Так, и что я сделаю здесь еще? Здесь я еще сделаю себе фактурный такой фон будет у меня огибать все это дело. Возьму зелененький и закрашу вот это вот все место, например. Потому что потом по нему у меня будет фактурной пастой еще одна такая штуковина очень классная. мне для этого нужен потемнее фон, потом увидите и поймете, зачем я его сделала. в принципе здесь можно и градиентом каким-то интересным сделать уже это на ваше усмотрение. Можно сделать и просто одним цветом сушим. Очень хорошо всегда делать, например, по два ногтя. Так, когда по два ногтя делаете, всегда получается побыстрее. здесь делаем вот таким вот, например, красно-оранжевым. Тоже такую штуку. Поскольку у нас будет еще яркая шляпка у грибочка, сделаем вот такую вот вставку. Добрый день. Здрасьте, здрасьте. Так, и, например, пускай вот, да, давайте сделаем такой градиент по мокрому. Тут не столь важно его перемешать. Можете прям смело его по мокрому смешивать. Здесь главное, чтобы был внизу какой-то цветной подмалевок. Угу, и все, сушим. Так, можно добавлять какие-то, конечно же, надписи, да, какие-то вставки. Прикольно тоже будут смотреться золотистые или какие-то маленькие. такие вот вставочки на фоне на белом или на черном. Так, у меня сейчас ничего такого под рукой конкретного нету. можно, конечно, сделать, знаете, без слов, без лишних слов сегодня. Я бы, например, вставила бы сюда еще какую-нибудь надпись, допустим, вот так вот ее или вот так расположила, да, чтобы подчеркнуть вот эту вертикаль, либо вот эту горизонталь. Но это по желанию, это, знаете, там на вкус и цвет. Но я думаю, что вы сообразите, как это сделать. И тут я вам, в принципе, не открою какую-то Америку. Так, что мы делаем теперь? Теперь мы перекрываем. Я перекрою текласом. И все остальное у нас будет происходить уже на поверхности. Сушил. Все детализацию тоже здесь прям вот я бы точно здесь вставила. Вот сюда вот чего-нибудь бы, чтобы подчеркнуть вот здесь. Или вот сюда что-то, чтобы подчеркнуть вот эту вертикаль. Да, какой-нибудь вот здесь вот надпись там. Но оставим так. Можем потом сверху просто прикрепить. Наверное, просто по итоговому фото я прикреплю просто сверху, дополню. Тоже так же текласом перекрываем. И вся остальная работа у нас уже пойдет по текласу. Людмила, ой, Людмила, добрый вечер. Я вам хотела сделать такой большой комплимент. Потому что у меня в ленте высвечиваются ваши работы, которые вы, по идее, берете с эфиров. И я вообще всегда вам лайки ставлю, потому что они вообще очень крутые, очень классные и вообще супер-пупер. Так интересно вы перерабатываете это больше в клиентское обслуживание. То, что у меня часто идеи такие безумные, да, их много. А вы их немножечко упрощаете и уменьшаете. Ну и прямо вот то, что надо. То есть вдохновение и переработка в салонное обслуживание. Кто хочет посмотреть, что делает Людмила, гоу к ней на страничку. И там как раз вот из моих часто очень сложных эфиров она берет прям самую вот смак, идею. И очень классно реализует ее в салонном обслуживании более скоростном. Так, берем теперь пасты текстурные. Ими мы можем работать на поверхности уже. Да, мы можем совершенно спокойно ими работать на теклосе. Выкладываю себе на палитру белую и черную. Мы можем их также с чем-то перемешивать. Но когда вы перемешиваете с более жидким материалом, например, с гель-лаком, да, или с гель-краской. Помните, например, что если вы мешаете пасту с эмпастой, они обе без остаточной липкости. Что та, что другая, и это классно. Но эмпаста глянцевая при высыхании, фактурная, вот эта текстурная паста, она матовая. Поэтому, когда вы берете ее и смешиваете с чем-то, учитывайте этот момент. То есть, если вы берете и смешиваете, например, с эмпастой, то фактурная паста становится более глянцевая. Наносим ее на шляпку. С ней, на самом деле, можно делать огромное просто количество всяких разных штуковин. Допустим, сейчас я ее буду в грибе, вот здесь, использовать просто как фактурную такую вот субстанцию, которая мне придаст интересную фактуру. И барельеф легкий. И легкий барельеф. Вот, ну и, соответственно, если вы ее вот такую густую, она потому что очень густа, она вообще никуда не течет. Если вы ее такую густую мешаете с чем-то более жидким, естественно, у вас становится она не такой же густой и более жидкой. Да, позже, этого я думаю, что понятно. Сейчас я рыхлой кисточкой вот так вот начавкиваю себе фактуру. Начавкала, сушу. Начавкала и сушу. И так же здесь то же самое буду делать в зоне вот здесь вот. В зоне шляпки. Видите, что я говорила? Берем тоненькую кисточку и делаем вот такие вот прожилки, точечки. Потому что у нас вот эта вот шляпка, она вся как будто в мелких точечках. Да, видите, какую фактуру делаем? Такое все как будто в мелких точках. И за счет того, что материал очень пастозный, очень густой, он вообще не затягивается. И так вот и остается таким фактурным. При этом он вообще не царапучий. Когда высыхает, не царапается. Что еще классно можно сделать? Можно взять очень тоненькую кисточку. Подхватить материал. Да, вот эту пасту. И прямо вот сделать фактурную, например, зубочку грибу. Видите, какая прикольная получается. Причем он высыхает, даже если вы вот такие небольшие делаете при подъеме. Да, получается прям... Во-первых, очень-очень четкая линия получается. За счет того, что пигмента много. И получается прям барельефом. Тоже очень классно. Угу. Так, все, протушим. Также можно что еще сделать? Например, вы забыли расставить светлые участки, да? Можно прямо все снять. Смотрите, там сколько пигмента в ней. Все снять. И прямо вот уже поверх немножко где-то беленьким оттенить. Особенно если у вас такие вот природные фактуры, да? Как листики, грибочки. Это придает очень классно живописности. Ну и, соответственно, также тоненькой кисточкой, например, вы можете где-то светлые блики поставить. И сразу у вас изображение будет более объемным. Очень тоненько тут можно рисовать и расставлять вот такие акцентчики. Ну, тоже посушим. Так, что еще мы можем с ней сделать? Сейчас. Покажу. Разукрасить. Например, мы берем и хотим сделать красную шляпку, наконец-то, нашего мухомора, да? Мы возьмем эмпасту. Возьмем также кисточку. Можно оказать ноль взять. Побольше. И мы просто можем эмпастой сверху вот эту всю фактуру разукрасить. Как в разукрашке. И сделать ее цветной. Да? Причем, смотрите, пока вы разукрашиваете. Конечно, эмпаста она глянцевая уже, да? Она придает уже глянцевую поверхность. Но мы можем при желании ее матовым топом покрыть. Можем, смотрите, пока разукрашиваем, сделать вот такую приколюху. Мы можем взять другой цвет. И получится тоже очень живописно. Можем подмешать и сразу разукрашивая придать вот такой вот оттенок. Можем, например, тоже взять, допустим, ту же самую черную смолу. И сразу же сделать, например, какой-нибудь тень тоже. Подмешать сюда. И прямо вот по-сырому все это разукрасить. И это получается и фактурно, и интересно. И сразу же вы как бы как на палитре разукрашиваете и смешиваете новые какие-то оттеночки. Слушаем. Можете играться с вот глянец матовый, глянец матовый, что-то делать такое. Так, здесь тоже мы возьмем и разукрасим нашу шляпку у желудя. И, например, здесь мы возьмем с вами эмпасту зеленую. И давайте попробуем ее смешать, чтобы вам было понятно, что ее можно еще и смешивать. Берем, например, и смешиваем. Видите, у нас получается такая не туда и не сюда. Получается такая озернистая немножко структура. и мы можем все это вот так вот разукрасить. И у нас получится у желудя такая зеленая объемная шляпка. И также мы тоненькой кисточкой сейчас отхватим и наметим еще такую штучку. Угу. Угу. Еще хочу закраску немножко. Все, сушим. Так. Дальше. Вот она все высохла и стала вот такой вот глянцевой шляпкой. Можем дальше взять опять фактурную пасту. Взять тоненькую кисточку и поставить на нашем мухоморчике беленькие точечки. Они тоже будут у нас объемные. Старайтесь не расставлять только их прямо вот, знаете, в шахматном порядке. Раскидайте их по-разному. И все, у нас мухоморчик уже точечками. Что можно еще? Можно тоже вот здесь прорисовать светлую полосочку, чтобы отделить шляпку от ножки. И немножко тоже вот здесь вот прорисовать тоже, чтобы отделить от тени. И у нас вот такой фактурный весь получается. Так. Также можно, например, черную фактурную пасту использовать в каких-то разных целях. Ну, например, вот сейчас я ее положу сюда и сделаю, допустим, кусочки земли на грибе. Во-первых, она никуда не растекается. Да? И вот такую можно тоже фактурную штучку сделать. Она на глянцевом будет очень прикольно. мантовой смотреться. Да? Да. Так. Также можно вот внешнюю прорисовку где-то, где вам нужно прям тоже поверх пускать. Очень удобно, чтобы было прям четко-четко. Слушаем. Здесь что? Черные тоже фактурной пастой. Что я хочу сделать? Я возьму потолще чуть-чуть кисточку и прям вот эти вот дырочки еще подчеркну черненьким. Тоже оно засохнет без остаточной липкости и создаст дополнительную тень и фактурность. Да? Также можно, если где-то не получилось прокрасить, и сейчас можно все ей поправить. Где-то, если хочется потемнее. Вот такой получился желуденок с фактурной шляпкой. Так. И зачем мы с вами делали вставки? Вот эти вот спросите вы меня. Я вам отвечу. Мы их делали, чтобы сделать прорезание. Прорезание нашей вот этой вот фактурной тоже вставки. Вот такие у нас сегодня осенние элементы. И для того, чтобы сделать нам прорезание, нам нужно намешать. Ну, либо, например, давайте, знаете, как сделаем. Вот здесь вообще белый сделаем. Потому что здесь у нас будет в тему. Я беру тоже какую-нибудь кисточку такую рыхлую. как казаем 0, например. И возьму прямо вот, закрашу. Закрашу вот это место. Вот так вот небрежно можно закрасить. И как раз вот здесь вот мы можем выровнять и выглавить вот эту границу, которую мы не выглаживали гирлаком. Здесь нужно ее закрыть и сделать более такой вот четкой, чтобы это смотрелось аккуратно. Вот здесь чем вы больше нанесете, тем будет больше барельеф. Вот тут неважно, как сильно вы выгладите вот эту всю историю. Потому что мы ее сейчас будем прорезать. Здесь у вас будет как френч, как будто бы. Но такой вот интересный. Берем дотс. Или можно взять апельсиновую палочку. Кстати, апельсиновой палочкой часто лучше это делается. Берем и вот так вот прорезаем. Прорезаем эту палочку. Можем прорезать в разных направлениях. И у нас прожилки будут зеленоватые. Например, изобразим такую вот фактуру дерева. Только хорошенечко себя вытирайте, чтобы у вас не оставалось вот здесь вот начало небрежного. Она вообще не затягивается, поэтому вы можете не торопиться прорезать в спокойном темпе. Весело болтая с клиентом в это время. Если близко только где-то очень сильно друг с дружкой, вот можно продублировать. Потому что иногда бывает вы вытесняете материал, он сливается как бы с соседом. Вот так, в принципе, здесь нет каких-то ограничений по времени. Ничего торопливо можно не делить. Вот такая получается штука интересная. Сушим. Она получится немножко брелесная, но не колючая. А здесь давайте попробуем смешать ее. Сейчас я возьму только мой материал немножко подальше. Мне очень нравится ее мешать с глиттерами из новогодней коллекции. Получается очень клево. И знаете, с таким эффектом мерцания очень красиво. Возьмем белую и прям вот с этим всем великолепием, блестящим помешаем. Получается очень интересный эффект, девочки. Смотрите. Оно получается сразу цветное, но при этом за счет того, что глиттеры это не жидкий материал, а такой тоже крупка. Она не теряет практически своих свойств. И когда потом носит человек эти глиттеры, они кое-где очень, так знаете, деликатно начинают мерцать. Как красиво. Спасибо вам большое. Вот. И получается такой очень интересный классный эффект. Самое главное, знаете, я вот, например, блеск в дизайнах не очень люблю, честно признаться. Видите, она какая интересная получается. И где-то чуть-чуть мерцает. Но вот деликатный блеск, он, я к нему спокойно отношусь. К деликатному блеску. Не очень люблю такую, знаете, прям откровенную цыганщину. Когда прям, ну вот, блестка на блестке и стразами погоняет. Так, тоже вот закрашиваю все. Причем тут, знаете, как можно сделать даже. Сейчас мне идея в голову пришла какая. Можете взять чисто белый и прям по месту немножко смешать. Вот чтобы вот эта граница почетче была. Можно прям вот так вот взять и по границе пройтись чисто белым. Вот, видите, она смешивается прям сразу. Потому что рыхлая фактура к рыхлой фактуре в градиент хорошо ложится. Но зато получается почетче. Что у меня почетче вышло с одной стороны, а с другой можно даже вот так вот сделать. Прям таким вот градиентиком. Смотрите, вот так мне нравится. И тоже берете. Можете брать даже и не дотс, а допустим кисточку скошенную. Тогда у вас просто прорези будут другого характера. Вот, можно так прорезать, но можно тонкой кисточкой прорезать более плотным. Тогда пошире будут и почетче ваши прорези. Ну, то есть тут вот, знаете, очень много разных эффектов можно добиться. Смотря какой вы хотите, какой у вас в задумке. Давайте сравним. Вот так дотсом получается. Да? И вот так вот получается кисточкой, например. Пошире. Вот. Видите, у нас и там был тоже градиент. Вот. И тот градиент, и там градиент. Поднимите, пошло градиенты. Так, вот еще ручок у меня. Храпушка. Храпушка передает вам привет. Я думаю, кто мои эфиры не первый раз смотрит, знает, кто там храпит на заднем плане. Это моя собачка. Вот. Он сегодня со мной тоже работает. И так вот мило спит посаповая, создавая нам очень сонную атмосферу. или умиротворенную для кого как. Так. Ну вот. Вот такая штуковина получилась интересная. Можно ее, конечно, вообще обрисовать, чтобы она была почетче. Тоже эффект дерева стильный, необычный дизайн. Да. То есть можно полосочками прорезать, можно в виде дерева прорезать. Это может быть у вас самостоятельный дизайн. То есть это я сегодня, видите, вот так вот в осенние мотивы ударилась. А может у вас будет просто, например, на одном ногте посередине мотив, а второй ноготь вот такой вот интересный, какой-нибудь рельефный. Может быть, вот здесь вы будете не белой делать, да, пастой, а, допустим, с чем-то смешать ее тоже. Либо, может быть, тоже вот такой же желтоватенькой с глиттером помешать. А на фоне, например, оливковой тоже будет прикольно. Ну, короче, тут, знаете, я вам даю такой импульс, а вы уже с этим можете придумывать дальше что-нибудь интересное. Очень всегда интересно наблюдать, как у вас эти идеи по-другому, может быть, интерпретируются и в голове рождаются свои собственные тоже. Ну что, всем спасибо за эфир. Я думаю, что мы все поняли сегодня, что это очень интересный материал, причем аналогов, которому я вообще не встречала. Я его обожаю, потому что им можно делать всякие разные мазки и поверх, и внутрь, и под топ, и на топ, как хочешь. Он прекрасно еще тушуется. Ноготульки вы уже показывали, да, показывала вначале. Давайте еще раз покажу. Тоже у меня такие вот листики на лужах, осенние травы, такое вот осеннее настроение. Всякие рисовать такие вот штуковины. Вот. Спасибо большое, Тань, что круто получилось, за отзыв, за обратную связь. Всем тоже спасибо большое за эфир, за то, что вы принимали участие, смотрели и писали комментарии. Я вас всех люблю, обнимаю каждую. Это, конечно, надо посушить, понимаете, да, тщательно, лучше две минуточки. И go, все это делать на клиентах, может быть, трансформировать в более простые вариантики, более коротенькие. Но думаю, что вдохновение сегодня нам было обеспечено этим эфиром. Все, пока-пока.